Всем привет! Вы на канале CryptoCommons. Эфир 2000... Да, эфир 2000 долларов. Ребята, это какое-то дежавю на самом деле. Потому что эфир в прошлый раз у нас с вами уже пробивал 2000 долларов. Кто в рынке хотя бы с прошлого года, наверное, помнит, когда у нас это было. Это было у нас в феврале... В конце февраля 2021 года. Где у нас в этот момент находился биток? Давайте посмотрим. Видите, я сопоставил специально графики, чтобы нам было удобно. Биток у нас находился в этот момент плюс-минус на 50 тысячах долларов, друзья. Соответственно, о чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что график эфира к битку находится в аптренде с этих самых пор. То есть, смотрите, у нас эфир сейчас вернулся на те значения, где год назад биткоин стоил 50 тысяч долларов. Да, ребята, и как мы видим, с тех самых пор у нас эфир к битку поднялся как раз примерно на 140%. И вот что мы видим, что эфир к битку у нас вернулся на свою, грубо говоря, повышающуюся трендовую. И да, выглядит сейчас очень интересно, потому что сетка EMA Ribbon на недельке по эфиру к битку разворачивается. Прямо сейчас мы видим разворот сетки. Что произойдет, когда она развернется? Посмотрим. В прошлый раз, когда она развернулась, эфир сначала походил в боковике чуть меньше года, но после этого улетел. Улетел достаточно сильно. Как мы с вами смотрели, если до пика, то вообще там на все 200%. Соответственно, лучше находиться в эфире спекулятивной частью позиций, чем в битке в этот момент времени. Если, конечно, рассматривать эти два актива. Так-то еще кучу альткоинов, которые могут выдать еще больше иксов. Тот же эфир классик, кстати, являясь, как вы знаете, наверное, настоящим блокчейном самого эфира, первостепенным, скажем так, блокчейном, выглядит сейчас даже куда интереснее. Посмотрите, потому что он находится в конкретнейшем аптренде, как глобально, как мы можем видеть с вами из графика, так же и локально, как мы тоже можем ясно с вами видеть из графика. Вот. По эфиру классику у нас, конечно, более серьезный импульс произошел. Со дна до пика он уже на 250% помпанул к доллару. Соответственно, эфир классик к эфиру выдал 180%. Соответственно, лучше было находиться в эфире классике, чем в эфире. Несмотря на то, что эфир тоже классно вырос. Вот эти все вещи нужно понимать, ребята. Нужно анализировать рынок и работать с вероятностями, а не просто ждать от кого-то, что он вам даст точный сигнал, прогноз. Потому что не бывает такого. Если кто-то выдает точные сигналы, включая меня и любого блогера или теханалитика, это всего лишь анализ, помноженный на везение, понимаете, и на удачу. Поэтому тут надо, конечно, работать головой, а не другими местами. Смотрите, по эфиру, классику к эфиру, очень интересная ситуация, что мы пробиваем сейчас нисходящее сопротивление. И будем смотреть, не ложный ли это окажется пробой, как вот здесь, скажем, и вот здесь. Если мы закрепимся выше и, опять же, сетка развернется, то это будет сигнал подтверждения о том, что это более глобальное W. И цели тогда по эфиру классику к доллару будут какие-то крышесносные. Ну, там выше 100 долларов точно. Скажем так, у него предыдущий хай был на 160 где-то долларов, на 170. То там цели будут, соответственно, 300-400. Как, собственно, эфир и ходил. Если вы знаете, как раньше эфир ходил, по нему были точно такие же темы. Вернувшись в 2016, там был очень наглядный паттерн. Эфир вот сначала улетел на 21 доллар в июне 2016 года. Это, кстати, был мой первый margin long. Первый long с плечом, когда я узнал, что такое плечо. Взял второй с половиной плечо long по эфиру. И после этого эфир упал на 75%, ребята. На 75% он сложился до 6 долларов. Это сейчас кажется, что это ничего, он там не падал. На 0.25x, чуваки, он упал, чтобы вы понимали. И я эту сделку дико вытягивал из-под margin call. Благо плечо большое полынь не давало. Я ее вытянул. Я доливал, доливал, усреднял, вытянул. И после этого, что сделал эфир? Эфир улетел. Сначала на 50-100 баксов, там его все зашортили. Потом на 400, то есть на 7 тысяч процентов. И потом в итоге улетел на 1600. Вот я и думаю, что эфир классик сейчас может что-то подобное, в принципе, повторить и нарисовать. 25 тысяч процентов. Нормальная тема. Вот. Но опять же, дисклеймер. Естественно, не финансовый совет. Как вы сами понимаете. Теперь локально, ребята. Хватит мечтать. Давайте локально. Что мы видим? У нас хороший очень отскок. Мы подходим к нашей зоне тейк профитов. Кстати говоря, я вчера в телеге активно сообщал о своих позициях. И последнее, что я сделал перед сном, это переоткрылся. И вот сейчас думаю, что снова буду частично разгружаться. Потому что эфир подошел к зоне 2-2-200. Это зона локального забора профитов. То есть не ходлерской части позиции, не инвест части позиции. Для ходла вы просто добираете, добираете и держите годы. Годы и десятилетия. Только так это работает. Но как трейдеры, вы хотите сделать больше битка и эфира, вы должны забирать прибыль обязательно. Что, собственно, я и делаю всегда. И всем рекомендую. Все мои сделки сейчас открыты. Но я думаю, что я начну сейчас их снова разгружать. Я, в принципе, постоянно это делаю. И надеюсь, что вы тоже это делаете. Потому что, ну как по-другому-то торговать. Никак. Если вы не знаете, как торговать на бирже Bybit, обязательно посмотрите мой видеоурок. От А до Я за 8 минут. Все, что вам нужно знать про эту биржу. Если вы его еще не видели. Ссылка на Bybit, естественно, в описании. Лучшая биржа. Поэтому регистрируйтесь по ней. Получайте депозитные бонусы. И также есть более продвинутый, кстати, Advanced уровень. Лайвстрим про Bybit, для тех, кто ничего не понял. Он называется «Особенности торговли на Bybit». Если вы наберете «Особенности торговли на Bybit», вы найдете очень подробно развернутый стрим, где мы с вами обсуждали все-все-все тонкости торговли на этой бирже. Вот. Что я думаю глобально про крипту вы знаете? Что я думаю локально, ребята, что у нас очень хорошие здесь образуются паттерны? Посмотрите по битку локально. Мы прямо сейчас стоим на вот этом сопротивлении в 25 тысяч долларов без малого. Посмотрите, как точно мы к нему подбиваемся и стучимся об него. Ударились раз, отскочили. Раз, не смогли пробить. Вот, еще раз и еще раз. И эта структура образует треугольник с поджимом наверх, как вы можете видеть. И одно из главных правил теханализей. Чем чаще мы трогаем уровень, тем вероятнее мы его пробьем. Поэтому сейчас, если мы его пробьем, следующие цели по битку это будут 30 тысяч. Ну, деконсервативно 28-32 вот этот ренч. Но суть в том, что даже в таком движении вы не обольщайтесь. Не надо брать сотые плечи или там даже двадцатые и стоять. Потому что любое движение наверх, оно же потом на истории выглядит вот так красиво зеленой свечкой недельной. А на самом деле оно же состоит из вот таких памп и дампов на ближайшем рассмотрении. Понимаете? И даже вот таких вот сквизов, когда вы думаете, что все, вы зашли, стоп, поставили сюда и вас выбило по стопу или ликвиднуло. Поэтому аккуратней торгуйте, учитывайте волатильность, которая сейчас будет. Приоритет наверх. Ну и большинство альткоинов, как нам говорит альтсезон индекс, могут показать гораздо более крутую динамику, чем биткоин. Поэтому торгуйте осторожно. Все ссылочки в описании. И если вы хотите более подробный обзор альткоинов в следующем видео или в лайвстриме, обязательно поставьте лайк, проверьте подписку на канал. А с вами был Гринни, всем тузамуна, профитролей, хорошего настроения и увидимся в следующий раз. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok